Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин, а с нами на связи политолог Александр Цинкер. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Я напомню нашим постоянным слушателям, что Александр не только в нынешнем статусе политолог, а в прошлом статусе депутат Кнессета. Так что в данном случае эта связка нам очень поможет обсудить проблему, которую мы запланировали. Мы уже с вами не раз говорили о том, как ведут себя депутаты Кнессета при обсуждениях различных чувствительных тем и пытались сравнить, как это происходит сейчас, как это происходило в дни, когда вы были депутат. И вот как бы нас не оставляют в этом отношении без работы, можно так сказать. Значит, отличился в данном случае заместитель министра экономии Яир Галан. Он представляет партию Меритс. Он выступал в эфире телеканала Кнессета. Там обсуждался вопрос поселенцев, точнее конкретно поселения Хомеш. И появились заголовки. Яир Галан назвал поселенцев недочеловеками. Буквально. Разразился скандал, в который пришлось смешиваться в главе правительства, который тоже осудил Яира Галана. На ваш взгляд, скандал стоит того, чтобы его обсуждать? Или это, в общем-то, одно из таких неудачных заявлений, которыми отличаются наши народные избранники? Вы знаете, я бы немножечко расширил это. Вы помните, наверное, что еще два дня назад было голосование по поводу подключения электричества к незаконным арабским поселениям в Негеве. И там тоже произошел скандал. Все это вместе, если объединить, я бы дал такую характеристику, по-моему, мы даже с вами говорили на эту тему. Мне очень стыдно за наш Кнессет этот, за эту коалицию. И мое мнение не изменилось. Я считаю, чем скорее эта каденция закончится и пройдут новые выборы, потом неважно, я не хочу говорить, кто лучше будет в новой каденции, пусть будут выборы и победит сильнейший. Но то, что сегодня происходит, это неестественная коалиция, поэтому неестественные реакции. Если говорить о в данном случае, я думаю, это продолжение голосования, опять же, по подключению к незаконным поселениям. Получается, что, с одной стороны, есть незаконные арабские поселения, которые нужно подключать к электричеству, а есть поселения незаконные еврейские, и с ними тоже надо что-то делать. И там те, которые поддерживают эти незаконные поселения, оказываются люди-получеловеки. Наверное, было бы хорошо, чтобы Израиль и руководство Израиля и депутаты вспомнили, что сегодня не, например, 48-й год, а уже 21-й век, уже развитое государство, которое должно принимать решения. Если у вас есть какие-то незаконные поселения, неважно, чьи, еврейские, арабские, по ним должно быть решение неоднозначное. Или они действительно сносятся, или они признаются законами, и тогда они нормально существуют. Вот это полупризнание, которое тянется очень долго, приводит вот к таким высказываниям. Кстати, Яир Голланд потом понял, что надо как-то выходить из этой ситуации. Он попытался объяснить, что имеется в виду только те поселенцы, которые терроризируют рядом с соседней арабской деревней, что такие евреи — это не те евреи, которые он для себя представлял, и так далее, и так далее. То есть само это выражение, если бы оно было бы частное и одно, то, может быть, не имело бы смысла на него обращать внимания. Но когда происходит это все вместе, и когда лидер коалиции, который представлял в недавнем прошлом руководитель поселенческого движения, и его министры высказываются в подобном плане, я не удивился, когда лидер оппозиции сказал, что по логике премьер-министр должен уволить такого замминистра. Ну, смотрите, действительно ситуация получается странная. Премьер-министр осудил Яира Голлана и высказался, что поселенцы — это холуцим нашего времени, и такие выражения можно сравнить с кровавым наветом и так далее. В то же время, когда обсуждался вот этот закон об электричестве, о котором вы сказали, и о скандале, который там произошел, именно премьер-министр и стал героем этого скандала, потому что когда оппозиция предложила вот эту поправку, чтобы закон об электричестве распространялся не только на арабские незаконные поселения, но и на еврейские, а коалиция это дело отклонила, эту поправку, в ответ на выкрики, которые были из рядов оппозиции, премьер-министр и ответил депутату Орид Струк «уберись с глаз долой». Это дословный перевод его выражения. И вот тут получается странная коллизия. В одном случае он оскорбительно ответил в ответ на претензию со стороны оппозиции, и потом не дал задний ход, не сказал, что он был просто вот там взбудоражен, в нервозной встоке, наоборот, он сказал, что он по-прежнему так считает. А в другом случае с Ерем Галаном он осудил его. И как теперь относиться ко всему этому? Смотрите, ну, во-первых, я, если так можно даже сказать, сочувствую нашему премьер-министру Беннета. И я где-то его понимаю, то, что он сорвался. Кстати, он так и не извинился перед женщиной, просто депутату женщине так говорить, в общем-то, не подобает премьер-министру, да и любому, в общем-то, человеку. Но что получается, я опять повторю, Беннет, бывший руководитель поселенческого движения, сегодня выступает против поддержки поселенцев. Потому что оппозиция, конечно, сделала такой политтехнологический ход. Они дали поправку, что раз так, ну хорошо, давайте тогда и еврейским поселениям, тоже незаконным, тоже дадим свет. Вот, мол, типа раз глупый законопроект, то давайте вот все сделаем и на этом решим. Они понимали, что коалиция, состоящая из Авады, Мереца и Арабской партии, не поддержат эту поправку, они ее и не поддержали. После этого как раз были все вот эти высказывания, возмущения, направленные на Беннета. Я хочу вспомнить одну такую деталь. Свою бытность я предложил поправку закону о гражданских, не было закона вообще о гражданских браках, и семьи, которые не могли жениться в Израиле, должны были уезжать в другую страну. Как вы до сих пор что говорите? То есть нарушалось конституционное право гражданина. Он имеет право у себя в стране жениться, умереть и так далее, и так далее. Я предложил, если государство не позволяет выполнить свое гражданское право, государство должно ему оплатить поездку, жениться за рубежом. И на комиссии, когда эту поправку обсуждали, они говорят, не, ну что это такое, это какая-то ненормальная поправка. Я говорю, что вы хотите? Если у нас ненормальный закон, то и поправка должна тоже быть ненормальной. Вот это тот же самый случай. Предлагаю подключать к незаконным каким-то строителям. Я считаю, что неважно, еврейские или арабские строения, если они незаконные, они не должны существовать, принимайте решения однозначно или в одну и в другую сторону. Но сегодня 21 век, и мы развитое государство, и все проблемы, которые есть, они как-то должны решаться. Потому что, более того, этот пример заразителен. Сегодня, если видят, что можно сделать в том же Негеве, еще построить какие-то новые поселения, а потом еще требовать к ним подключения газа, воды, света и так далее, так далее, куда же мы пойдем? А Беннета, я понимаю чисто по-человечески, что ему очень тяжело выступать все же против поселенцев. Это, в общем-то, его избиратели. Более того, он через полтора года, когда сдаст свое руководство Яирлапиду, не собирается уезжать на всю оставшуюся жизнь из Израиля. Он же еще хочет заниматься политикой. Что же он может сказать своим избирателям, которые большинство из них поселенцы? Что же он сделал за эти полтора года? А вот тут по поводу того, что же он скажет через полтора года своим избирателям. Дискуссия, которая развернулась при принятии закона об электричестве, была, если помните, достаточно любопытной. Оппозиция обвиняла Беннета в предательстве идей поселенческого движения, на что Беннет кричал оппозиции, не вам меня учить морали, и напоминал, что Нетаньягу в свое время проголосовал за закон о размежевании, очень болезненно именно для поселенцев, а Милирегев активно его пропагандировал, этот закон. И смотрите, Нетаньягу действительно в свое время голосовал за закон о размежевании, что не мешало ему потом получать голоса из поселенцев. Да, но смотрите, когда голосовали за этот закон, основным инициатором и проводником этого закона был не Натаньягу тогда, а тогда был Риэль Шарон. Это его идея, это его как бы основной был пункт. И члены Ликуда поддержали, в общем-то, своего лидера. То есть они не выделялись явно. Тогда был главный герой, это Шарон. В данной ситуации главный герой это Беннет, и ему нельзя это скинуть на кого-то другого. Опять же я говорю, вся эта истерика у Беннета происходит от того, что он играет, в общем-то, не свою игру. Это факт. Это правительство очень сложно принимает решения. Явно право, и мы с вами тоже об этом говорили. Это правительство может, в общем-то, принимать какие-то решения социально-экономического характера. А политического в данной ситуации, особенно о территориях, о поселениях, при наличии в коалиции Мереца, воды и исламистской партии РАМ, она принять не может. Потому что тут же эта коалиция развалится. Опять же, этот закон по поводу электричества, он же не просто появился, он записан в коалиционных соглашениях. И Беннет знал, что он должен провести этот закон, потому что отказ от него приведет к тому, что коалиция развалится. Ни для кого не секрет, все прекрасно понимают, что этим законом и поддержкой этого закона коалиция и лично Беннет расплатились за лояльность партии РАМ. Но, очевидно, легко предположить, что если завтра, очевидно, такая договоренность есть, коалиции или лично Беннету понадобится принять какой-то тяжелый закон, в том числе, может быть, неприятный для партии РАМ, они его поддержат. Наверное, это нормальное явление для политики. Я не уверен. Вы знаете, все же понятие трудный закон, это такое неформализованное понятие. Безусловно. Я, например, не уверен, что Мерец может согласиться на какой-то закон, который противоречит идеологической платформе Мерец. То же самое и партия РАМ. Почему? Потому что партия РАМ не существует в безвоздушном пространстве. Есть объединенный арабский список. И если они что-то, это РАМ, партия, проголосуют вместе с коалицией за какие-то правые явно дела, которые могут привести к каким-то ограничениям для палестинцев, то голоса постепенно начнут перетекать от партии РАМ в объединенный арабский список. И они это прекрасно понимают. Поэтому какие-то компромиссы могут быть, но у каждого компромисса есть красная линия. Какая это линия? Я думаю, мы периодически будем ее видеть. Последний вопрос. Некоторые комментаторы задавались вопросом именно по поводу красной линии. Казалось бы, закон об электричестве, который чисто экономический с одной стороны, с другой стороны очень остро политический. Казалось бы, это та самая красная линия, которой мог бы воспользоваться Беннет, не пойти на это. Да, коалиция бы развалилась, были бы новые выборы, но он бы на них шел как герой, как лидер, как защитник поселенческого движения. И кресло не надо было бы в будущем году отдавать Лапиду. Я думаю, еще рано. К этому вопросу, я думаю, и Беннет, и коалиция еще подойдет. Это будет ближе к моменту передачи. Кресло. То есть, мне кажется, это можно ожидать через год, потому что такие неожиданные или ожидаемые голосования нам еще предстоят. И вот когда уже будет приближаться срок передачи портфеля, то тут, я думаю, вполне ожидаемо, что, в общем-то, Беннет развалит эту коалицию, потому что, если он своими руками передаст пост премьер-министра Лапидо, тогда его обвинят в создании левого правительства в Израиле, и тогда ему будет еще намного сложнее идти на выборы. Сегодня, я думаю, это еще рано. И он думает, а зачем мне отдавать портфель премьер-министра, когда еще как минимум год я могу посидеть. Тоже верно. Александр, большое спасибо за ваши комментарии. Всего доброго. Спасибо вам и всего самого хорошего. На этом все. Напомню, что с нами на связи был израильский политолог Александр Цинкер. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok